На коллегии Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Чуваше обсудили итоги работы за прошлый год и наметили планы на новый. В республике сокращается количество впервые поставленных на учет в наркологическую службу. О других цифрах в следующем репортаже. По-прежнему в Чуваше уровень наркотизации на 1,7 ниже, чем в среднем ПФО. Наблюдается снижение количества случаев смертельного отравления наркотиками. Больше всего наркозависимых в крупных городах республики Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Аллатари, Шумерля. По данным Организации Объединенных Наций, в последние годы Россия стала крупнейшим национальным рынком сбыта наркотиков. В официальных и неофициальных источниках звучит цифра, что наркотики потребляют до 8 миллионов граждан. Проводимая в стране психологическое и медицинское тестирование учащихся в молодежи свидетельствует, что ее значительная часть уже пробовала наркотики, либо знакома с такими медицинами. Наркополицейские и медики отмечают, что в последние годы изменилась структура потребляемых наркотиков. Законодательство не поспевает за производителями отравы. В 2012 году выявлено 19 новых видов психоактивных веществ, не включенных в список запрещенных. Оборот таких наркотиков становится более скрытым. Они заказываются через интернет, доставляются почтой или курьером, продаются в торговых точках. По-прежнему широко распространена дизаморфиновая наркомания. Но положительные сдвиги все-таки есть. Слеток, да и на содержащие лекарства отпускаются в аптеках только по рецептам. Это позволило сократить число потреблений и изготовлений дизаморфиновых препаратов. Во втором полугодии в рамках реализации программы модернизации наркологической службы Минздрав соцразвития Чувашия закупила новейшее оборудование, способное выявлять в биосредах организма следы потребления новых психоактивных веществ. Это позволит повысить эффективность принимающих правоохранительственных органами мер по пресечению их распространения, в особенности в местах массового досуга населения, привлечения виновных лиц к административной ответственности. На сегодняшний день, по моим данным, от 4 до 8 регионов, потому что данные разные, имеют такую аппаратуру во всей России. В прошлом году всеми правоохранительными органами Чувашии расследовано 639 преступлений, связанных с организацией или содержанием притонов, со сбытом и контрабандой наркотиков. Основным методом борьбы со распространением наркотиков по-прежнему остается профилактика. Направление это с людьми кадровая работа. Насколько профессиональный сегодня специалист, каждый человек, который служит в этих органах, насколько вся система поставлена, совместная работа поставлена со всеми правоохранительными органами, средствами массовой информации, другими подразделениями, которые имеют свои обязательства, работа с людьми, фактическая работа. Вот от этого я же очень много зависит. По итогам работы в 2012 году Чувашское управление стало третьим в Приволжском федеральном округе и 16-м в России. Награды и благодарности лучшим наркополицейским вручил Геннадий Федоров, главный федеральный инспектор по Чувашии. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.